В минувшее воскресенье в центре Зугресса было много людей, много легковых автомобилей и много громких-громких звуков. Федерация автомобильного спорта ДНР организовала и провела в городе энергетиков второй этап чемпионата республики по нерегулируемому акустическому давлению, а проще говоря, автозвуку. В воскресенье в Зугресс съехались те, кто ценит качественный звук в автомобиле и ничуть не жалеет о том, что звуковая аппаратура занимает все место в багажнике и даже больше. Зато машина звучит. И чем больше децибел, тем больше вероятность победы в чемпионате по нерегулируемому акустическому давлению. В нашей федерации республиканская это вид спорта, это техническое творчество, это соревнования по акустическому давлению. Сколько, кто выдавит больше децибел. Это все разбивается на 4 класса по уровню подготовки автомобиля. Это колоссальный труд и колоссальные деньги. 137 децибел сумел выжать из своих динамиков дончанин Станислав Барбуца. Пока он выступает в категории новичок. Говорит, есть куда расти. В гараже с ребятами занимаемся, проводку раскидываем, ящики собираем, пробуем. Не все сразу получается. Выступаю за наш клуб. Хочу, чтобы в нашем клубе тоже были ребята с автозвуком. Как бы в Донецке, чтобы люди подтягивались, чтобы на уровень России выйти. Чуть лучшего результата добился новичок из Иловайска Андрей Воропаев. Все то, что сделано своими руками и нередко из подручных материалов, находит у аудитории благожелательный отклик. День для работы, а ночь для хобби. Так о своей жизни рассказывает Андрей Борисов из Шахтерска. Машина, тюнинг, мотор и, конечно же, звук. Все это хобби. Машина строилась именно, чтобы показать себя, машину, чтобы было людям интересно, чтобы привлекало внимание внешним видом, громкой музыкой, мощным мотором. Со своим тюнингованным ВАЗом 2112 Андрей рассчитывает на победу в категории «Любитель». К соревнованиям подготовился основательно. Еще подставил себе два аккумулятора по 140 ампер. Чуть-чуть изменил настройку короба. Думаю, за 144 дБ уйти. В классе «Любитель» до полутора киловатта. Третий год участвует в соревнованиях по автозвуку Николай Симоненков из Суходольска, Луганской народной республики. Его внушительных размеров аппаратура просто-таки притягивала детвору, девушек, парней и корреспондентов. В ДНР в том году посетил три этапа. На всех трех этапах постепенно поставил официально рекорд ДНР. С каждым этапом результат был выше. В районе 150 дБ на 30-35 герцах по частоте. В машине Николая Симоненкова для пассажиров осталось только одно место. Все остальное пространство принесено в жертву качественному звуку. И об этой жертве Николай, выступающий в категории профессионал, нисколько не жалеет. Начиналось с мелочи, как у любого автолюбителя. Обычная акустика, обычный простенький сабвуфер. Но после уже начали развиваться. Более мощные железки, более серьезная самосистема становилась. Соответственно, более высший результат. Зрелищную часть соревнованиям призваны были обеспечить автомобилисты клуба автоэкзотики. Кадиллак 82-го года выпуска, Линкольн премиум класса и старенький Форд прикатили на мероприятие в качестве почетных гостей. Руководитель клуба Евгений Евгийчук готовился жечь резину. Во всех странах это называется бюрнаут. Это когда автомобиль стоит на месте и жжет резину. Жалко? Нет, не жалко. Для нашей республики ничего не жалко. Сегодня утром переобул и диски, и резину, поскольку может повредиться и диск, и бампер. Поэтому я все подготовил. Все прекрасно, все чудесно. Готовы. Организаторы соревнований довольны результатом. Второй этап чемпионата ДНР по акустическому давлению в Зугрессе прошел на высоком уровне. Радует то, что есть молодежь. Мы рады, что в Зугрессе нас встречают как дома. Мы очень рады, что Бог нам дал такую возможность подарить людям сегодня этот праздник. Продолжение следует...